Спартак Приморья одержал победу над клубом Рязань. В этом сезоне наши баскетболисты еще ни разу не проиграли дома. А как им это удается, расскажет Павел Зайцев. Большая разница в счете, ничто, жажда победы, все. Плюс неплохо иметь достаточно опыта. Подтверждением этому стал матч Спартака Приморья с баскетбольным клубом Рязань. Уже в дебюте игры, благодаря трем трехочковым Игоря Самсонова и активным действиям Кривошеева и Бутянковса под кольцом, Спартак вел с преимуществом в 18 очков. Рязанцев игру вернул дальневосточник Даниил Аксенов, который получил путевку в большой баскетбол благодаря Спартаку Приморья. Он набрал 7 очков за минуту. Когда было преимущество в 20 очков, команда немного расслабилась. Соперники, наоборот, почувствовали кураж, забили 7 очков подряд. И себя, как можно сказать, в баскетболе, говорится, поверили. Вдохновились и каждый стал забивать. Результативный голуб хозяев сыграл с ними злую шутку. Гости потихоньку, помаленьку начали съедать спартаковское преимущество. Во втором периоде команды словно поменялись местами. Красно-белые не могли забросить 5,5 минут игрового времени. Разница в счете успела сократиться втрое. Во второй половине нервы хозяевам и их болельщикам успел пощекотать еще один спартаковский воспитанник в составе Рязани Юрий Митюк. Он смог набрать за игру 11 очков. Остановить соперника Спартак смог благодаря дальним броскам Смыгина. Хозяева не стали повторять ошибок, допущенных в начале игры. Вынудить защитников играть не так, как они привыкли. Мы пытались это сделать. Во второй четверти это у нас получилось. В третьей четверти уже была борьба за инициативу. Мы были неубедительны в атаке. В четвертой четверти уже, скажем, опыт сказался. На опыте Спартак взял верх в четвертом периоде 25-21 и во всей игре. Но и конкуренты смогли выиграть. И оставили красно-белых на четвертой строчке турнирной таблицы. В пятницу 10 ноября спартаковцы будут принимать одного из принципиальных конкурентов – баскетбольный клуб «Самара». Павел Зайцев, Игорь Белый, Панорама.